So, let's have a look on this sentence. Опять же, у нас сложное предложение, две части. Мы знаем, что от if, слова если, до запятой – это зависимая часть. Дальше идёт главная. Но посмотрите, что у нас в главной части. Don't forget to take a camera. Тут как будто чего-то не хватает. Так вот, в главной части мы можем использовать не только present simple, а ещё imperative – повелительное наклонение. То есть, если ты хочешь увидеть много интересных достопримечательностей, не забудь взять камеру. Я приказываю, не забудь взять камеру. Я могу сказать, if you plan to see many interesting sites, read a lot of brochures. Serve the internet. Listen to music. Listen to your friends who traveled. То есть, как образовать им повелительное наклонение? Я просто ставлю глагол в первую форму. Read, listen, dance, jump. Хочу сказать отрицание. Вспоминаю про don't. Знаете, такой маленький секрет для вас. Тут как будто пропущено какое-то слово. Какое слово тут пропущено? Тут пропущено слово... Нет, не это слово. You. Как будто пропущено слово you. You don't forget to take a camera. То есть, я говорю тебе, ты не забудь взять камеру. Ты почитай информацию. Но зачем оно нам? Я уже обращаюсь ко всем, поэтому я удаляю слово you. И остальное слово don't forget, listen, repeat. Я могу не только использовать present simple, но еще повелительное наклонение. Опять же, if clause present simple в предаточной части present simple, в главной части у нас повелительное наклонение. Приказываю вам что-либо делать. Let's move on. Давайте посмотрим дальше. Если ты путешествуешь в жаркую страну, ты можешь, должен, возможно, возьмешь комфортную одежду. Опять же, у нас сложное предложение, состоящее из двух частей. И от слова if до запятой, слово if – это если, у нас зависимая часть, которая употребляется правильно. Present simple. И в главной части мы можем употреблять уже не только present simple, не только повелительное наклонение, но и также модальные глаголы. Can – могу, must – должен, may – возможно. Инфинитив. Никаких вторых, третьих форм, никаких окончаний, ничего. Просто инфинитив. You can't take, you must run, you may jump и так далее. Я могу сделать и отрицательную форму. You can't, you mustn't, you may not. Take и так далее. Видите, так мы можем образовывать условные предложения в английском языке, используя как present simple в главной части, как imperative и как модальные глаголы. Если вы были наблюдательными, то вы заметили, что во всех трёх случаях в зависимой части, а именно после «ив» у нас употребляется present simple. Умнички. Again, here you can see a grammar table, how to use present simple. So, if you travel with children, travel gets present simple, present simple. And now, Maria, friends, let's have a little training. So, let's train it. Exercise 1. Look at the pictures and the prompts and make sentences as in the example. If you go to London, you can see Big Ben. So, pictures, prompts, the words that we must use. Yes, and we make sentences using zero conditional. Используя предложения нулевого типа и слова, представленные в упражнении. So, number one is done. Then, let's have a look on number two. Rome, their coliseum. So, and here you can see variants. И здесь вы видите варианты, как мы можем сделать данное предложение, используя zero conditional. If you go to Rome, you can see the coliseum. If you go to Rome, you must see the coliseum. You may see the coliseum. If you go to Rome, visit the coliseum. То есть, до этого я использовала if, present, simple, if, present, simple. В главной части были модальные глаголы can, must, may. В данном случае я использовала что? Повелительное наклонение. То есть, я сказала, ты посети колизей. То есть, при всяких возражениях посети. И последний вариант. If you go to Rome, you see the coliseum. То есть, это как общепринятый факт. То есть, если ты пойдешь в Rome, ты видишь колизей. Но, естественнее звучит, когда мы употребляем модальные глаголы, да, или когда прилидет на наклонение. Но этот вариант тоже возможен. Пожалуйста, видите, сколько вариантов вы можете использовать, составляя всего лишь одно предложение. Let's work with number three. New York, the Empire State Building. What are your variants? What are your answers? So, if you go to New York, you can see the Empire State Building. Or, you may see, or if you go to New York, visit the Empire State Building. Yes? What about number four? Paris, the Eiffel Tower. Paris and the Eiffel Tower. So, if you go to Paris, you can see the Eiffel Tower. Or, visit the Eiffel Tower. Or, you must visit the Eiffel Tower. What about seven? Venice, some gondolas. If you go to Venice, you can see some gondolas. То есть, если ты поедешь в Венецию, если ты поедешь в Венецию, то увидишь some gondolas. What about eight? Hawaii, some palm trees. If you go to Hawaii, you can see some palm trees. Or, you see some palm trees. Как видите, всё работает.